У Иосифа Сталина было три сына, которые приняли активное участие в войне с Германией. Но самая сложная судьба оказалась у Якова, который в первые дни войны попал в плен. Мог ли знаменитый отец освободить своего сына? И был ли у Якова шанс остаться в живых? Разбираясь в этом сложном вопросе, нужно понимать, что Яков Джугашвили был непростой офицер. Он был сыном Сталина, руководителя СССР. Захватив его в плен, немцы возлагали на него огромные надежды, так как в любой момент, по их пониманию, он мог легко стать разменной монетой в этой военной игре, которая шла не на жизнь, а на смерть. Однако, все произошло наоборот, и великий вождь не решился на спасение Якова. Многие историки задают вопрос, как мог Сталин поступить так собственным сыном? Ответов может быть множество, но ясно одно, что это была неординарная ситуация, которую на первоначальном этапе решить было очень сложно. Исследователи выделяют несколько интересных моментов, которые могут более или менее прояснить данную ситуацию. Первое – это честность Сталина. Естественно, что отец очень сильно переживал за своего сына. Но как бы он выглядел перед народом, если бы начал переговоры об обмене Якова? Ведь вся страна захлебывалась кровью, а пленных были тысячи. Второе – Яков мог быть предателем. В свое время западная пресса очень много рассуждала на тему Якова Джугашвили. Но самым интересным предположением было то, что сына Сталина считали перебежчиком и немецким шпионом, который добровольно перешел на немецкую сторону. Третье – это ненависть Сталина к Якову. Все окружение Сталина знало, что он очень сильно любит своих детей. Но существуют доказательства, которые приводили люди из близкого окружения вождя, свидетельствующие о том, что вождь недолюбливал старшего сына. Он считал его полным неудачником и трусом, что и обуславливает невмешательство вождя в этот инцидент. И все-таки как сын вождя оказался в немецком плену? Идет 1942 год. После окончания своей военной службы Яков назначается командиром артиллерийского подразделения. Понятно, что он был еще не обстрелянным бойцом, и это могло стать причиной того, что он так быстро попал в плен. Однако, это только предположение. Так как исходя из оперативной обстановки, которая складывается в районе Витебска, становится понятно, что весь полк попадает в кольцо. Через несколько дней в немецких газетах появляется фото Якова, который находится в окружении немецких офицеров. На первый взгляд кажется, что он даже рад этим обстоятельствам, но это только обманчивая видимость. Естественно, Якову сразу же предлагают струдничество, но тот отказывается. Однако, немцы все равно используют его в качестве пропаганды. Листовки с его фото разбрасываются на советской территории. Забегая вперед, хочется отметить, что Яков так и не пошел на струдничество. Тем самым, он показал свою непреклонность и мужество. Маршал Жуков в своих воспоминаниях пишет, что Иосиф Сталин очень сильно переживал по поводу этого неожиданного пленения. Он всегда говорил, что Якову будет очень сложно покинуть фашистский плен, так как он не простой солдат, и немцы это прекрасно понимали. Также Жуков отмечает, что Сталин подолгу молчал, когда разговор заходил про его сына, которого немцы начинают открыто использовать в своей пропагандистских целях. А вы знаете, кто это? Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й бронетанковой дивизии, который 16 июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов. По приказу Сталина учат вас Тимошенко и ваши политкомы, что большевики в плен не сдаются. Однако красноармейцы все время переходят к немцам. Комиссары вам лгут, что немцы плохо обращаются с пленными. Собственный сын Сталина своим примером доказал, что это ложь. Он сдался в плен, потому что всякое сопротивление игриманской армии отныне бесполезно. Следуйте примеру сына Сталина. Он жив, здоров и чувствует себя прекрасно. Зачем вам приносить бесполезные жертвы и идти на верную смерть, когда даже сын вашего верховного Заправилы уже сдался в плен? Так гласила немецкая листовка 1941 года, использовавшая Якова Джугашвили в целях пропаганды плена. По официальным источникам фронтовой разведки известно, что в первые дни пленения Якова в район, где все произошло, была направлена группа, которая должна была освободить сына Сталина. Но все было бесполезно. Немцы очень оперативно вывезли Якова на свою территорию. Позже также предпринимались попытки освобождения, которые также не имели никакого результата. Один из разведчиков, который принимал участие в одной из этих операций, вспоминает, что Яков задержался отдельно от других заключенных, что усложняло освобождение. Его группа была выброшена в район одного из предполагаемых мест содержания Джугашвили, но происходит необъяснимое. Его переводят в другой лагерь. Группа возвращается ни с чем. Последний шанс появляется зимой 1942 года. Якова хотят обменять на пленного генерала Паулюса. Результат переговоров поражает весь мир. Сталин отказывается менять солдата на фельдмаршала. Всем становится понятно, что вождь не изменит своего решения. В 1943 году Яков Джугашвили был застрелен при попытке побега. У знаменитого отца был шанс спасти своего сына, но он этим не воспользовался. В этой ситуации ясно лишь одно, что сын не предал своего отца, а Сталин не смог предать свой народ. После войны супруга Якова Юлия Джугашвили вспоминала, что дед очень сильно любил их с Яковом в дочку, так как постоянно говорил, что она ему напоминает его родного сына. Шанс на спасение присутствовал, но Сталин не имел морального права на освобождение сына, так как в этом случае можно было обменивать всех пленных. В последнее время тема пленения Якова очень горячо обсуждается, и многие высказывают мнение о жестокости Иосифа Сталина. Но все забывают, что это было военное время, которое требовало определенных жертв. И прежде чем обсуждать и тем более осуждать, каждый должен задать себе один вопрос. Как бы он поступил на месте Иосифа Сталина? Продолжение следует...